добрый вечер дорогие друзья вы знаете мне так понравился бенрих 22 года 2022 года что я решил исследовать линейку бенрих я купил бенрих 12-летний виски и не просто 12-летний а еще и дымный который выдерживался в очень интересных бочках вы знаете мне это очень понравилось потому что бочка экс-бурбона и хереса это как бы нам привычно а вот то что марсала каск это уже конечно заявка на какой-то эксклюзив на какой-то возможно успех как вы помните вистер марсала я сказал что это самый лучший виски которые для лета к примеру в жаркую погоду вам подойдет заменит текилу и тут марсала бочка и дымный и давайте мы узнаем что из этого получилось мне очень интересно отодвигаем 22-летний показываем самый красивый пробка соснового цвета знаете настолько не пожалели на фольге что при открытии я даже порезался значит что написано бутылки на бутылке написано что многим понравится что виски не красятся не фильтруются на виски написано что на бутылке написано что он дымный и разлив 2020 года 8 августа 19 августа 2020 года в 8 14 утра ну что друзья попробуем что там было 8 14 утра игра градуса не помню сказал не сказал 46 градусов вот так написано что ну не знаю написано limited но я думаю что это больше к винодельни относится чем к виски но стенистость есть и это по называться еще французские слезы такие когда очень много этих как ножек аромат очень интересный на самом деле конечно не в нем нету много дымности если вот вы дегустировали вольфберн про который рассказывал примерно такой же уровень дыма то есть оттенок дыма есть в то же время аромата очень возможно эта бочка марсал отдает вот я сейчас вам буду рассказывать что я ощущаю в этом аромате вот первое что интересно что он свежие сероповидный вот такой вот он и свежий в то же время густой это аромат такой и интересно получилось сладость присутствует присутствует нотки бочки присутствует интересная гамма гамма присутствует цветочно-цитрусово-древесно и вот цветочная гамма представлена ну я не могу выделить какой-то из цветков но вот такой вот он вот наверно вот это есть свежесть такая цветочная в то же время есть цитрус что-то между цедрой апельсина и может быть цедрой лимона вот такой вот какой-то такой цитрусный аромат и есть аромат древесности такого дерева причем сухого дерева аромат и все это под легчайшим ароматом дыма как для 12 лет мне аромат очень нравится вы знаете давайте попробуем но аромат мне понравился аромат я могу сказать что действительно интересный но не особо долгий вот сейчас его уже нету и надо его уже конечно вот обновлять первый глоток обжог рецепторы хочу сказать что сейчас очень интересная терпкость необычно такая вы знаете терпкоцветочный вот такой вот абсолютно необычный в то же время есть какой-то такой залежавшийся вкус вот то тоже такой вот какой-то такой старый вкус вот этот вкус мне не очень нравится во вкусе много терпкости много такого цветочной терпкости ни на что не похожи сейчас какие-то такие не острые специи может быть даже такие пряность со специями и все покрыто чуть-чуть ноткой терпкости алкоголя в послевкусие никакого нету вот в принципе интересно единственное что пока я почувствовал мало дыма во вкусе давайте еще один глоток давайте попробую продержать 12 секунд и возможно что-то три бочки возможно эти все три бочки поговорят это будет очень интересно ни одна из бочек не говорит ну точнее может быть они все говорят виски спокойно держатся во рту пока держишь во рту ощущаешь сладость и наверное ничего большего что касается дыма вот любители дыма наверное сейчас сразу же захотят узнать что дым дым пока держишь во рту дыма вообще нету при глотке дым есть и сейчас но это еще раз хочу повториться это легчайший дым для людей которые только хотят познакомиться с дымом этот виски идеально подойдет для людей которые любят много дыма ну считайте что вы купите не дымные виски а с оттенком дыма я бы даже сказал что это догоревший такой вот костер догоревшие угли вот только ну вот уже все остаточные нотки дыма вот такой вот дым хотя сейчас вот после того как я подержал во рту у меня в послевкусии такое вот ощущение каких-то вот именно угля догоревшего костра и это с терпкостью с цветочностью но вот еще появился возможно это догоревшая вишня какая-то вот такая знаете вот вот послевкусия не навязчивая для 12 лет абсолютно интересная нормальная вот для виски 12 лет еще один глоток а то я не рассказал что во вкусе средняя маслянистость и вот при глотке третий раз глотаю при глотке третий раз какая-то нота проносится сейчас у меня друг за кадром я ему еще дам продегустировать этот виски после этой ноты которую я не могу пока описать я надеюсь он поможет разливается сладость по языку что-то наподобие смородины проявляется кстати сейчас проявляется с такой с ну с вот этим легким дымом и все переходит потихоньку вот сейчас такая вот кислость появляется и все переходит вот в этот уголь ароматный такой вот терпковатый с оттенком дыма на самом деле вот на самом деле послевкусия зачетная она не суперкрутое но от двенадцатилетнего виски мы с вами не ждем супер но она просто не может быть суперкрутое возможно какой-то приватной коллекции возможно еще в чем-то но возможно но в принципе послевкусия интересное и хорошее мне нравится мне нравится аромат единственное что он Ну да, он выдыхается. Вот у меня сейчас уже нету аромата дыма и есть такой цветочный, такой вот свежосероповидный, как я сказал, аромат. Интересный такой аромат, но уже дыма нету в аромате. Одну секунду, не переключайтесь, сейчас вам все расскажу. Ну что, друзья, еще немного о виске хочу рассказать. Бенрих, именно от Valve, он смешал здесь, используя три бочки и в этих трех бочках смешаны три вида виски. Тройной дистиллиации, стандартные виски и дымные виски. То есть у нас получается такой вот, ну, наверное, из-за этого он не такой и дымный. Также тут написано, что это традиции 19 века и вот сделано по старым традициям. И это действительно получилось очень интересно. Что друг сказал про глоток? Про глоток друг сказал, что это ощущение кислинки и дыма, вот он ощущает. Виски постоял, наверное, минут 10 у меня в бокале, мы тут разговаривали просто. Вы знаете, он стал и проще, и интереснее, вот так вот я могу сказать. Еще друг сказал, что он ощущает в послевкусии чернослив с дымом. Когда ему сказал, а не похоже ли у тебя это на уголь, вот затушенного какого-то вишни, черешни. Он сказал, да, возможно, это именно он, а возможно, это все-таки дым с черносливом. Друзья, это вам решать. Я вам так скажу. Друзья, действительно интересный виски. Для ценителей большого дыма, типа Смокхед, типа Арбега, этот виски будет не очень интересен. Для людей, которые хотят начать свое знакомство с дымными виски, это будет очень интересный виски по... Интересно, опять появился аромат дыма. То есть по легкому аромату дыма, по легкому аромату, ой, по легкому вкусу дыма. И возможно, вы в послевкусии ощутите сажу, как я ощущаю, возможно, вы ощутите чернослив и дым, как ощущает мой друг. Но этот виски за свои деньги, он стоит того, чтобы его купили. Мне было интересно, я вам честно говорю. И мы продолжим. Я решил много виски не покупать после укунтошина и всех своих неудач. А теперь я буду покупать по бутылочке. И мы продолжим исследовать винокурню Бенрих. Я куплю еще одну обязательно бутылочку Бенрих. И мы с вами еще продегустируем. Возможно, это будет нас. Возможно, это будет 16-летний. Я еще подумаю, решу. Но оставайтесь с нами, пускай у вас все будет хорошо. Кто не подписался, подписывайтесь. Кому не жалко, поставьте лайк. И еще раз, пускай все будет хорошо. До новых встреч.